всем привет привет и информация для тех кого я бешу кого я раздражаю специально для вас сейчас я вас подразню еще больше нет ну раздражать так раздражать я получила в подарок машину не в аренду там не в рейзинг не в кредит не во что вот прям целиком как есть потом расскажу почему кстати это отдельная история все не просто так это не входило вообще в мои планы вот именно покупка до автомобиля но я ее еще получила и персональный водитель теперь если до этого меня муж возил на своей машине то теперь он меня возит на моей вот так что те кто злится на меня кого я раздражаю начинает чесаться как хорошо дома в калифорнии но дело в том что из техаса я вернулась без уха прямом смысле слова в общем у меня заболела ухо правое и мы сейчас приехали к нашему доктору семейному но не мы без звонка без ничего и не угадали со временем он ушел на обед нам сказали конечно он вас примет вас примет он нас примет у меня посмотрит но попросили приехать по либо подождать либо приехать позже мы решили поскольку доктор наш сан-хосе мы решили не ездить туда-сюда домой да и не сидеть там а заодно поехать попробовать поменять батарейку на телефоне у меня телефон чудит батарейка сдохла но вообще в этих в айфонах 7 7 класс у них батарея рассчитана на два года нормальной работы а потом она потихоньку выходит из строя моему телефону это мне муж его купил я в россии жила то есть ему три года это еще долго я эту батарейку и узала она у меня была жива еще достаточно долго для этого телефона не должна была по идее столько выжить или у меня терпения столько предостаточно ну в доктору сходим расскажу вам чем поход наш закончится а я вам немножко покажу я кстати почувствуете разницу мы приехали и вчера и сразу другое ощущение другое ощущение прекрасно вот у меня муж вздыхает он чешется я же ему внимание не уделяю когда записываю да там что-то включая камеру так что не обращайте внимание на его вздохе это нормальная ситуация ему скучно без меня ревнует меня к телефону вот к вам ревнует да и и да действительно здесь у нас хорошо и красиво и чисто и совсем другое ощущение и воздух свежее даже когда тепло воздух свежий знаете я думала что мне это кажется но на самом деле мы с мужем говорили на эту тему нет это все-таки близость океана дает о себе знать до зимой у нас не так тепло там как где-то в том месте в техасе куда мы ездили как 8 может быть зима у нас по суровее но более чистый воздух и как вам сказать ну атмосферно как качество жизни отличается здесь повыше конечно и качество жизни повыше и покраше вокруг все выкрашено все вылизано все в большей массе я обобщаю до глобально как-то все более ухоженное вот так и это очень на контрасте как бы очень чувствуется и когда же здесь живешь каждый день кажется ну обычная жизнь да а когда вот мы отъехали отехали когда я отъехала кони набросила чуть отъехали от долины и все конечно разница колоссальная но жить можно везде девочки везде можно найти свои прелести и я вам расскажу есть свои прелести и в остине даже в том же самом но даже там я нашла хорошие вообще я поняла где я там хорошо мало того что не скучно так еще я и так и смогу обустроить это все в общем можно девочки дело не во мне на в том что в желании можно жить можно везде нехорошо и неплохо жить можно тоже везде все зависит от нас но здесь у нас конечно ну проще проще жить проще иметь такую приятную жизнь комфортную проще для меня для мужа сложнее потому что здесь зарабатывать деньги сложнее и нужно зарабатывать больше так все мы приехали отключаюсь пойду телефон сдавать починку ну что сходили мы к доктору доктор мне в уши по заглядывал сказал ну и что что правое больное красное зато левое очень здоровая давление у меня как у космонавта муж обзавидовался 117 на 77 так 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 выписал мне рецепт скал инфекция в ухе но это понятно было без него до что мне доктор прописал то что доктор прописал два препарата один я так понимаю зитромакс это антибиотик да и прям 6 таблеток прям так написано 6 таблеток он не назначил то есть нам в аптеке дадут 6 таблеток две таблетки в первый день один раз и потом со второго по пятый день по одной таблеточки в день и 17 таблеток преднизон преднизон есть такие таблетки оказывается 17 таблеток тоже расписано по схеме по какой их принимать муж мне тут мозги компенсировал что у меня это из-за наушников что наушники в уши да и тем более и airpods мы купили они тоже в уши вставляются он сказал доктор сказал нифига что солнце так светит доктор сказал хани хани окей и доктор сказал что это наушники ко мне имеет никакого отношения все я счастливая муж не будет цепляться как для наушники не цепляла в смысле водитель у меня же есть водитель персонально ну вот мы уже дома купили мы лекарства что постнул продолжает меня удивлять что выписывают здесь точное количество таблеток то есть мне написал доктор схему по какой схеме принимать лекарства да и кортизон и антибиотик и ровно столько вот чтобы вы понимали антибиотика 6 таблеток мы купили 6 понимаете не упаковку там 10 или там сколько-то 26 6 таблеток не отпесили и кортизона тоже отвесили внимание 17 таблеточек то есть у меня ничего не останется не кратно какому-то числу или там упаковки нет вот нужно 17 таблеток на на продолжительность лечения да там на неделю все 17 таблеток не продали все обалдеть но чтобы скрасить а и мы же скрасили что он что надо было скрашивать дело в том что мой муж с доктором я это пришла к доктору я хотела чтобы там не было бы приятно чтобы себе ой какая прелесть смысле пушка болит там девочки с ушком но но не то что там прям разрывалась ну побаливала неприятная да там болит ушка бедная какая ты бедная нет все было не так доктор наш доктор этот чудной ну смысле он такой как он сказать он интересный вот такой такой глянул какой ухо болит игру это он посмотрел в этом ну да вижу и и он будет можно я еще второе посмотрю ну так просто чтобы глянуть ладно он посмотрел у меня значит другое ухо посмотреть зато у тебя левое ухо вообще отличное вот такое класс доктор весельчак да и потом они с мужем как зацепились языками о политике и и вообще я потом говорю ребята я как бы все понимаю вам интересно но вообще-то у меня ухо болит и они такие да ладно твои ухо никуда не денется типа час доктор вид дошать эти лекарства то уже выписал сейчас уже поедете купите все будет в порядке сразу вот и потом мы поехали в аптеку здесь же в аптеке как если ты по рецепту покупаешь дам что такое рецептурное то приходишь заказываешь там или звонишь заказываешь они готовят но мы поехали и ну чтобы не тратить время ничего мы сразу в аптеку поехали они рядом 20 минут ну что под щелкать видимо насчитать таблеток через 20 минут подходите забирайте и у меня были 20 минут лишние что мне было с ними делать и я чтобы сгладить вот это недоразумение недостаток внимания я выбрала себе девочки три лака один вот такой но у меня был похожий только светлее как бы почему был он и есть а этот чуть потемнее посмотрим один вот такой с блесточками видно вам розовенький но на самом деле он будет бесследный просто с мелкими белкими блестками такими так и один вот такой он не для рисования там никто не тонкая кисточка кисточка обычная сейчас покажу вот эти кисточки чтоб не капнула вот кисточка обычная широкая она не тоненькая у меня муж удивился он говорит свет вообще какой-то ну левый цвет это что такое за порнография знаете такой плюс я послушай я буду делать и прямо магазине наляпала себе у меня красные ногти видите я себе наляпала вот здесь блестит основание здесь на верхушках блестит прям там же в аптеке не магазине прямо в аптеке но мы все равно собралась покупать да поэтому я прям там открыла и на вузюкала что это будет блестеть блестеть в общем вот так мы съездили съездила девочки в техас вернула с ухом в руке ну да ладно что то еще было интересно муж настаивал что это все из-за наушников доктор сказал нет и он будет а из-за чего и я тоже спрашиваю знать это тоже подход такой страны как ну как я привыкла дешку доктор он будет ну вот вы потому что вы жрали что-то не то там или что-то а вот потому что вас продуло вот поэтому у вас там что-то да нет я брали за чего это там из-за наушника он нет это инфекция какая-то инфекция там где-то в канале я бы такая как она могла то попасть он будет а я куда знаю какая разница как она туда попала мы там вообще никто никогда не узнает правду как на самом деле она туда попала мы есть логика да какая-то логика в этом есть какая Какая разница, как она туда попала? Она есть, мы её сейчас вылечим, всё. Нормально вообще. А как вот это, что из серии, не ковыряйте вилкой в глазах, или что-нибудь, или не надо в уши гвозди пихать. Вообще ничего такого. Просто вот он сказал, да, инфекция, сейчас вылечим, до свидания. Вот и всё. Вот такое лечение. Рассказала вам, уши лечу, наушниками сказал, единственное, сказал, что он не пользоваться наушниками, пока ухо не станет лучше. А я не могу и так пользоваться, ухо-то болит, я не могу наушниками пользоваться. Всё, пожаловалась вам такая печалька. А я вас всех люблю, всем желаю счастья, скоро увидимся. Всех люблю и целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok